всем привет сегодня я нашел лучшую планировку но по крайней мере так на ней написано лучшая планировка двухкомнатной квартиры на пинтересте погнали смотреть а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании друзья в самом начале обозначим диспозицию и так что мы имеем мы имеем вход в квартиру логично дальше коридор который распределяет все пути напротив это одна жилая комната справа вторая видимо тоже жилая комната слева кухня не очень большая и под кухней ванная комната вот она ванная комната и так эта квартира кем-то названа лучшей имейте ввиду планировка на мой взгляд чушь собачья вообще полная ерунда дайте разбираться во первых заходим в квартиру попадаем колбасообразный коридор причем он не просто какой-то ровненькой формы а он формы какой-то загнутой такой буквой г ну то есть это уже само по себе неправильной формы пространства которая не может именоваться лучшим но согласитесь вопрос номер два куда ставить шкаф где шкаф раздеваться где товарищи здесь что люди без одежды живут тоже достаточно странно потому что это названо лучшей планировкой лучшей планировкой все-таки на мой взгляд является то где и красиво и все продумано в том числе места хранения здесь их просто нет ну извините идем дальше двери напротив и это скорее всего какая-то то ли детская то ли не знаю для родителей ну давайте будем считать что классический вариант детская комната короче неважно это жилая комната и дверь жилой комнаты напротив входной двери это вообще недопустимо ну ребята то есть я сижу дома делаю уроки у меня дверь открыта ну просто вот не хочется мне в закрытой комнате сидеть кстати говоря я всегда с открытыми дверями но почти всегда живу и вот я сижу с чем-то занимаюсь а тут открывается дверь и приходит какой-то там посыльные не знаю пиццу принес или еще что-то там почтальон печкин и вот он видит чем я там занимаюсь и жену как-то так себе удовольствие знаете так это я еще лайтовый вариант вам рассказал а представьте что вы спите лежите на кровати книжку читаете и вот тот же почтальон печкин заходит и такой я чуть и там происходит ну-ка ну-ка как-то некомфортно ребята давить себя мы сразу ощущаем в такой ситуации ну а жить при закрытых дверях тоже не очень хочется правильно ведь я говорю то есть дверь то лучше бы куда-то в стороночку сместить ну хотя бы идем дальше смотрим большая гостиная и тут расстановка боже мой классическая советская расстановка во-первых огромный угловой диван друзья если комната маленькая она маленькая не надо ставить большие бегемота образные диваны но они просто жирают все пространство то же самое можно сказать про ту мебель которую здесь поставили я называю такую мебель гробики ну то есть такие пенс квадратные шкафчики до поставили это так сказать без затей что называется и посередине телевизор от композиция вам вот берите пожалуйста и это называется лучшим решением что же будет дальше дальше у нас кухня заходим на кухню угловой гарнитур и его здесь у меня вопрос номер один посмотрите здесь стоит то ли холодильник то ли колонна со встроенным духовым шкафом по моему все-таки это холодильник и этот холодильник у боже он загораживает свет ребята об него будет свет запинаться и здесь в этом месте на кухне будет тень отвратительное решение я такое на себе испробовал ну еще когда-то давно когда я был не в теме и так сказать тоже наплевательский относился к планировке и думал да к чё там не расставлю что ли расставлю все получится само собой и у меня точно также стоит холодильник это самое отвратительное решение которое только может быть знаете почему да я уже сказал свет загораживает вот здесь всегда темно холодильник нужно ставить вот сюда вот сюда в дальнюю стену все высокое туда все низкое к окну и тогда это совсем другое настроение для готовки у вас пельмени вкуснее будут получаться ребята это гарантированно точно дальше стол у стены это отвратительно ребята здесь такой прекрасный эркер почему вы сюда-то стол не ставите это же сам бог велел друзья но это же самое нарядное место и в окно посмотреть и светло и люстру вот так повесить можно зачем к столу это некрасиво это не гигиенично и непрактично почему объясняю стол который стоит к стене это значит сразу же засаленная стена если у вас дома так попробуйте стол отодвинуть и увидите черное пятно над столом это потому что все вот так трутся все туда к столу приставляют да и потом сидеть неудобно когда ты сидишь вот так вот оба стою хотя нет можно облокотиться там накатил может быть с вечерочком после тяжелого трудового дня облокотился так задремал может быть и удобно в общем нет такому решению переделываем все все переделать в общем идем дальше ванная комната здесь стоит ванна ну по она понятно раковина и напротив видимо а что это напротив а где а простите друзья я туалет не заметил здесь есть еще туалет вот просто такой ракурс что из-за стенки его не видно все-таки здесь есть туалета здесь напротив раковины стоит стиральная машина ну что сказать когда вашей ванной стоит стиральная машина это вам каждодневно напоминает о вашей так сказать рутинной бытовой стороне жизни правильно ну то есть стиральная машина нужно для того чтобы стирать так ведь и каждый раз когда вы заходите умоется принять душ вы видите этот технократический предмет и он вам напоминает о том что пора стирать пора мыть пора готовить но короче говоря в чем смысл смысл в том чтобы из ванных всяческими способами убирать стиральную машину и тогда есть шанс сделать ванную нарядной и тогда мы можем принять душ с удовольствием они с мыслями о том что нужно бежать уже и чет там стирать понимаете ведь помимо стиральной машины будет корзина для грязного белья будут стоять банки всякой химии порошок кондиционер там еще прочие всякие штуковины и наверняка еще вы чего-нибудь сверху навалите так вот так делать не надо нужно стиралку убирать возможно даже сюда и туалет перенести унитаз то есть а стиралку убрать туда в туалетную комнату и сделать там постирочную плюсом туда же убирать уборочный инвентарь чтобы все не валялось там под рукой об тазике не запинаться понимаете вот такая история ну а что сделать с этим пространством то вы скажете ну окей ну коридора что с ним делать куда шкаф поставить и действительно вроде бы некуда но я предлагаю вот какое решение вот здесь вот поставить перегородку вот здесь прям вот таким образом и вот это вот все вот это помещение отдать под гардеробную до заходим чуть-чуть проходим и у нас получается здоровенная комната ну как здоровенная относительно но по крайней мере достаточно для того чтобы разместить всю верхнюю одежду с одной стороны с другой стороны обувь шапки шарфы и сумки короче всю вот эту ерунду которую сейчас непонятно куда девать и это комната позволит нам убрать вот эти стеллажи которые вообще нафиг не нужны вот здесь вот оставить один диван и телек с тумбой напротив причем диван угловой не надо делать сделайте просто прямой диван поставьте небольшой креселка со стороны не страшно что комната уменьшится зато ощущение простора будет больше не верите попробуйте на самом деле я знаю что вы боитесь уменьшить комнату что сейчас вы мне начнете писать что это еще ты же комнату уменьшил как она станет больше ребята я говорю про визуальное ощущение и про ощущение простора не про физическое а именно про внутреннее состояние про то что мы ощущаем и как это чувствуем понимаете вот поэтому сделайте так освободите всю квартиру от хлама весь хлам вот сюда в гардеробную а здесь это вам позволит навести красоту ничего лишнего не будет все будет так чистенько минималистичненько и с какими-то нотками декора короче вот да пишите в комментариях понравилось или нет ставьте лайк жмите на колокольчик всем пока на канал подписывайтесь да прибудет с вами муза и и